Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко и сегодня мы смотрим на вот такие вот умные часы Xiaomi EOPIN и MiLab W12 из краундфандинговой площадки EOPIN. Чем могут быть интересны данные часы? А то, что они имеют классный дизайн, большой дисплей, автономность до 30 дней, мониторинг пульса и кислорода 24 на 7 в автоматическом режиме, 13 спорт режимов, стандарт поливлагозащиты IP68 и работа с уведомлениями. Ну и все это за бюджетную цену. То есть это недорогие бюджетные умные часы. Давайте их откроем. Они только мне пришли. Мы сейчас их подключим. Посмотрим, что они могут. Модель SmartWatch W12. Вот таким вот образом они открываются. Комплект поставки. В комплект входят, естественно, сами часы, магнитная зарядка и инструкция на английском языке. Часы прям смотрятся очень-очень красиво. Довольно-таки неплохой дизайн. По материалам корпуса здесь также все хорошо. Верхняя часть это в действительности стекло. Центральная рамка это металл. И тыльная часть это матовый пластик. За исключением самих датчиков. Сам ремешок это силикон. Ну, довольно-таки мягкий силикон. И сами ремешки здесь быстросъемные. Размер, ну, я предполагаю, здесь 22 мм. Хотя нужно будет немножко позже изучить это более подробно. Такие ремешки можно легко и дешево купить на Алиэкспресс. То есть это, можно сказать, самый простой, самый универсальный ремешок, самое универсальное крепление. Итак, давайте попробуем запустить эти часы. Ими лап приветствие первое. И включение есть. После включения мы видим, что по умолчанию английский язык. А давайте теперь установим приложение и настроим эти часы. Приложение, через которое подключаются эти часы, называется Glory Fit. Я с этим приложением знаком. Множество часов работают через это приложение. Оно есть в Play Market. Нажимаем установить его. Открываем. Регистрируемся и настраиваем его под себя. Далее нажимаем выбрать устройство. Из выбранных и отсканированных устройств выбираем наши часы. И подключение происходит буквально за 1-2 секунды. В этих часах установлен большой TFT дисплей с диагональю 1,32 дюйма и с разрешением 360 на 360. Даже если присматриваться, пикселизация незаметна. В обычном бытовом использовании дисплей смотрится отлично. И да, конечно же, это не AMOLED дисплей. И на ярком солнце может быть недостаточно максимальной яркости для комфортного просмотра информации. Хотя в большинстве случаев то, что я сейчас вижу, вот это вот минимальный уровень яркости. 4 варианта. Изменение яркости 25, 50, 75 и 100%. Сейчас в ярком помещении, когда работают 2 софтбокса и плюс несколько дополнительных освещений, просмотр информации вполне комфортный. Но если говорить по поводу кастомизации, в самих часах установлено 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 разных циферблатов. Плюс ко всему множество вариантов есть в самом приложении. И вот в приложении все доступные циферблаты. Листать здесь можно довольно-таки долго. Минимум 100 штук. Я думаю, даже больше различных цифровых, аналоговых, анимационных, с картинками, с разным вариантом отображения. Больше информации, меньше информации. Минимализм, максимализм, цифровые. Какие только вам нужны, можете настроить под себя. Но и это еще не все. Здесь есть пункт кастомизация. То есть вы можете настроить под себя любой циферблат. Каким образом вместо вот этого вот изображения вы можете установить любое свое изображение. Плюс ко всему настроить цвет и отображение шрифта. И вот так вот могут выглядеть кастомные циферблаты, например, с вашей фотографией. И когда вы устанавливаете светлые циферблаты, здесь очень хорошо видны толстые рамки. Поэтому, наверное, все-таки, чтобы все смотрелось намного лучше, то использовать лучше вот такие вот темные циферблаты. Тогда и рамок практически незаметно. Управление в этих часах производится с помощью жестов и кнопок. Есть привычный жест поднятия запястья для пробуждения часов, а также нажатие верхней кнопки. Работает как пробуждение, так и блокировка часов. А также выход всегда в главный экран, главное меню. Нижняя кнопка, переход в режим тренировок. Все остальное управление производится жестами. Жест сверху вниз – это быстрое меню, регулировка яркости, быстрый переход в настройки, поиск смартфона, беззвучный режим. Здесь же отображение подключения по Bluetooth, процент заряда батареи, время, дата и день недели. Свайп снизу вверх – это переход в сообщения, в уведомления. Свайп справа налево – это переход к виджетам. Первый виджет – это состояние на сегодняшний день, шаги, пройденное расстояние, калории, пульс, графики по пульсу от минимального к максимальному и плюс по часам расписанный график. Также измерение кислорода в крови, и кислород в крови измеряется, во-первых, в автоматическом режиме и может измеряться каждые 10 минут, и днем, и ночью без перерыва, 24 на 7, и это очень хорошо. Следующий виджет – это погода. Если перейти в этот виджет, мы увидим прогноз погоды на ближайшие 4 дня. И, кстати, свайп слева направо – это выход на одну позицию назад. Следующий виджет – это мониторинг сна. Я пока не спал, поэтому по нулям все. И последний виджет – это управление музыкой. Опять-таки, свайп слева направо или же верхняя кнопка «Выход в основное меню». И вот свайп слева направо – это как раз переход в основное меню. В основном меню у нас есть первый пункт «Активность». Это как раз режимы тренировки. Следующий пункт «Текущее состояние» – это то, что я вам показывал уже в виджетах. Также пульс, графики по пульсу здесь отображаются. Кислород в крови – это также мы уже видели, немножко позже измеряем и сопоставим значение с другими часами. Погода, сон, управление музыкой, уведомления. В пункте «Далее» мы можем найти смартфон, включить секундомер и включить таймер. И знаете что? Секундомер и таймер здесь могут работать в фоновом режиме. Ну вот включаем секундомер. В таком вот режиме он останавливается. Ну можно нажать нижнюю кнопку, выйти в основное меню, делать все, что вам нужно. Потом далее переходим снова в пункт «Далее», включаем секундомер и секундомер работает. И кстати, одни из самых простых и дешевых, и даже если вспомнить MS Fit, некоторые умные часы более дорогие, такой возможности не имели и это огромнейший минус. Все то же самое могу сказать и по поводу таймера. Включаем таймер и здесь просто с обычной кнопки мы выходим, выходим в основное меню, например, заблокировали часы, перешли там в настройки, вернулись в главное меню, пункт «Далее», включаем таймер и видим, что таймер продолжает работать. Ну и последний пункт в главном меню – это настройки, выключение часов, сброс настроек, яркость. Яркость я уже показывал. Здесь же мы можем выбрать циферблаты. Циферблаты также 6 стандартных, плюс все остальные с приложения. И QR-код для подключения, информация о данных часах больше, интересного здесь ничего нет. Все остальные настройки производятся с приложения. А вот так вот эти часы выглядят у меня на руке. И здесь же сравнение сразу же с часами Samsung Galaxy Watch 3. Если посмотреть на толщину корпуса, то Galaxy Watch 3 выглядит немного толще. В обоих случаях это довольно-таки габаритные, крупные часы. Вот так вот выглядят они с фронтальной части и смотрятся они поистине круто. И я бы сказал, даже немножко лучше, возможно, чем Samsung Galaxy Watch 3. Возможно, это все из-за стального корпуса и, возможно, вот такого типа как безграничного дисплея. Но и диагональ, размер самих часов Samsung это 45 мм. И Mi Lab W12 это 46 мм. Ну и раз уж мы сравниваем эти часы, давайте посмотрим на измерение пульса в этих часах. Включаем и Mi Lab на измерение пульса и включаем Samsung на измерение пульса. Итак, стартовые значения отличаются уже минимально 89 и 91 на 2 удара. Причем это незначительно. Сейчас 90 и на Samsung 92. И Samsung я, в принципе, склонен доверять, так как я уже сравнивал их с другими часами, с другими пульсометрами, тонометрами и пульсоксиметрами. И можно сделать вывод, что, ну, относительно правильно измеряют и Mi Lab W12. Опять-таки, хотя все говорят и напоминают, что это не медицинский прибор, поэтому на 100% возможно доверять не стоит. Но измерение, как вы видите, дорогие часы, которые стоят раз в 10 дороже, чем эти, показывают примерно такие же значения по пульсу, что и Mi Lab W12. А это уже неплохо. Ну а теперь давайте проведем измерение кислорода в крови. Samsung запускаем первыми, так как здесь немножко дольше длится измерение кислорода в крови. А и Mi Lab видим, что уже в первые секунды показывает предварительное значение 97-99%. Samsung делает полное измерение и только потом показывает уже конечный результат. А и Mi Lab такое впечатление, что измерение делают в реальном времени, но все равно итоговый результат мы видим в самом конце. Дожидаемся окончания измерений. Ну и видим 96 или 99%, разница 3% это немного. Но опять-таки стоит говорить о том, что обе версии часов не являются медицинскими приборами и доверять им можно косвенно, не на все 100%. Ну вот удостовериться в том, что и Mi Lab делают измерение реального кислорода в крови, а не пульса или каких-то левых значений, можно в том, что здесь используются и зеленые, и красные светодиоды. Давайте еще раз запускаем измерение кислорода в крови. И мы видим использование красных светодиодов. Если перейти в приложение «Настройки часов», «Мониторинг пульса», можно включить автоматический мониторинг пульса. Он будет мониторить ваш пульс 24 на 7, и работает это постоянно, автоматически, и работает это только тогда, когда часы надеты у вас на руке, и в неживых предметах пульс он не считывает. Ну и плюс ко всему, здесь же настройка мониторинга кислорода в крови, также автоматически 24 на 7 измеряет, и минимальный порог 10 минут. Можно настроить 30 минут, час, 4 или 6 часов. И это также может быть удобно и полезно для многих. Спорт и тренировки. Если нажать нижнюю кнопку, мы переходим в режим тренировок. Здесь же из тренировок доступны бег, пешком, точнее ходьба, велосипед, альпинизм, спортивный велосипед, йога, скакалка, гимнастика, бадминтон, настольный теннис, гребля, приседания, свободная тренировка. И, кстати, не вижу здесь плавания, но стандарт защиты IP68 здесь заявлен. Соответственно, воды они не боятся. Давайте запустим режим бег и посмотрим, какие данные здесь будут для нас доступны. Прежде всего, стоит сказать, что GPS здесь нет, поэтому все значения будут опираться либо на акселерометр, на внутренние датчики в самих часах, либо же лучше всего запускать тренировки с смартфона, с приложения, тогда будет еще GPS и более точные данные. Итак, что мы здесь видим? Ну, во-первых, мы видим текущее время, время тренировки, пульс, калории, расстояние, пройденное время за один километр и пройденные шаги. Тренировку свернуть нельзя, ее можно только завершить. Никаких дополнительных экранов при тренировке нет, свайпы сверху вниз, снизу вверх, слева направо, никаких нет. Кнопка только завершения тренировки. Можно просто приостановить, либо завершить и выйти. А вот так вот выглядят уведомления на этих часах. Здесь же есть приложение, от которого было отправлено, от которого пришло, это Instagram время. Давайте быстро перейдем. Время, в которое пришло. Какое приложение, опять-таки, написано помимо самой иконки, от кого кому и текст. Привет, тестовая, сооб. И дальше нет возможности просмотреть текст. То есть сообщения, как вы видите, здесь будут короткие. А сообщение было отправлено, привет, тестовое сообщение на умные часы и Milab W12. Кстати, смайлы не отображаются. Отдельно отправил смайлы. А вот так вот выглядит уведомление о входящем вызове. Надпись контакта, или же будет это номер, если не записано в телефонной книге, и вы можете отбить вызов, сбросить вызов. Отвечать и разговаривать по этим часам возможности нет. И краткий обзор приложения. Главная страница, основное меню, это ваше состояние за день. Здесь же по карточкам разбито состояние за день. Пройденные шаги, ваша активность, сердечный ритм, сон и измерение кислорода в крови. Как вы видите, строит график, все работает в автоматическом режиме. Следующая вкладка, это спорт. Это тренировки по бегу или ходьбе на улице. Если вы будете тренироваться с смартфоном через это приложение, будет работать GPS, и данные будут точнее. Третья вкладка, это устройства и настройки устройства. Здесь же первая вкладка настройки часов, это watchfaces. Сейчас watchfaces подгружаются. И вот все доступные. Здесь же вкладка мои watchfaces и кастомизация. Настройка под себя. Настройки мониторинга пульса, кислорода в крови, оповещения при звонках, при смс, уведомления от приложений. Вот список приложений, все которые на сейчас доступны. Плюс есть некоторые приложения из другого списка. Здесь же есть отдых, режим отдыха. Будильник. Включать экран поднятием руки, то есть жертв запястья не беспокоить. Кстати, не беспокоить можно выставить по расписанию. Обновление системы. Обновления системы, кстати, у меня не было. И общие настройки. Можно сделать фотографии с помощью клавиш на часах. И стандартные настройки по типу времени, даты и языка устройства. Ну и с автономностью здесь полный порядок. В часах установлена батарея емкостью 330 мАч. И производитель заявляет до 30 дней работы в режиме ожидания. И до 15 дней работы в режиме активном. И я думаю, что в реальности можно получить от 10 до 15 дней в активном режиме. Ну а теперь самое интересное. Это цена. На сейчас, на конец января 2022 года, стоимость этих часов составляет 45 долларов, без каких-либо распродаж, промокодов и купонов. В день распродажи, может быть, с помощью купонов, можно приобрести их даже немножко дешевле. Ну и какие стоит сделать выводы? То, что если вам нужны или давно хотелось именно часы, то вариант это неплохой. Они имеют довольно-таки классный дизайн. Большие, огромные, красивые часы. Отличные материалы корпуса. Стекло, металл, пластик. И довольно-таки адекватный рабочий функционал. Ну а если вам не важны часы в формате часов, то можно посмотреть еще на фитнес-трекеры Xiaomi Mi Band 6 или Honor Band 6. По данному видеоролику у меня, в принципе, все. Все ссылки на вот эти вот часы вы найдете в описании под этим видео. Всем, кому данный видеоролик чем-то понравился или был полезен, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой первый, второй канал. Канал в Telegram и чат взаимопомощи. Там много интересной и полезной информации. Делитесь этим видеороликом с друзьями, знакомыми, близкими, так как носимая электроника интересуется многие, покупают многие. И данное видео может быть им интересно и полезно. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.